друзья всем привет меня зовут наталья носова мы с вами на канале дарвиновский музей дети и продолжается наша рубрика вопрос-ответ я отвечаю на ваши вопросы и сегодня отвечу на вопрос артема бережного танцуют ли пчелы мы с вами находимся в рабочем помещении хранителя нашей коллекции энтомологической и большого специалиста и знатока пчел тимофея левченко и с ним мы попозже еще поговорим ну а для начала мне хотелось бы сказать что да действительно такое интересное поведение пчел как танцы было отмечено и описано еще в семнадцатом веке но разгадать функцию этого поведения удалось только в двадцатом веке австрийскому ученому карлу фон фришу собственно говоря за свои исследования поведения животных в основном конечно за разгадку языка пчел до вот этого танцевального скажем так языка карл фон фриш в 1973 году получил нобелевскую премию ну что же такое в общем зачем собственно говоря пчелы танцуют и что они этим хотят сказать конечно больше всего изучены танцы у медоносных пчел наших одомашненных которых мы можем хорошо изучать и наблюдать но танцует не только наши медоносные пчелы танцы это некоторые другие виды пчел и конечно их танцы могут значительной степени друг от друга отличаться и вот этот вот танец он дает возможность пчеле которая вылетела за пределы улья например в поисках источника пищи вернувшись обратно передать информацию об источнике пищи а также о том как до этого источника другие пчелы могут добраться возможно ли подобную информацию сложную передать при помощи танца ну согласитесь что такое представить довольно сложно поэтому многие ученые подвергали сомнению вывода карла фон фриша и до сих пор есть в научных кругах такое мнение что может быть здесь играют в большей степени значение другие какие-то сигналы подающиеся пчелами например они улавливают обонятельные сигналы ведь когда пчела возвращается в улей она приносит на себе запах того растения того цветка например на котором она питалась мне это кажется что это такое сложное явление что здесь нельзя исключать что пчела используют самые разные методы передачи информации то есть конечно и запах и обоняние пчелы играют важную роль но все-таки танцы тоже имеют большое значение какие типы танцев бывают у пчел это зависит от того насколько далеко расположен источник пищи если источник пищи расположен на расстоянии менее пятидесяти метров от улья то пчела танцует круговой танец танцует она его на небольшом участке летка или на небольшом участке сот и вот это вот место где она исполняет свое танцевальное движение составляет примерно там два-три сантиметра она двигается довольно энергично быстро при этом у нее из особых желез которые расположены близко к кончику брюшка выделяются феромоны которые привлекают внимание других пчел и соответственно такой круговой танец эта информация лишь о том что источник пищи находится где-то недалеко от улья танец становится более сложным если оказывается что источник пищи расположен не вблизи улья располагается на довольно значительном расстоянии ну например более 100 метров а вообще пчелы могут летать даже на несколько километров и здесь пчела танцует вернувшись волей виляющий танец когда пчела при передвижении еще и виляет из стороны в сторону брюшком затем она поворачивает в одну сторону делает такую петлю затем опять проходит прямое расстояние виляю брюшком и поворачивает другую сторону и в этом танце конечно можно сказать что все движения они имеют некий смысл но во-первых имеет смысл интенсивность танца обычно чем больше источник пищи чем больше источник нектара пыльцы тем танец пчелы выглядит более энергичным да потому что пчела больше возбуждена и соответственно она энергичнее двигается и быстрее возвращается к исходной точки для вот это вот виляющей части танца надо сказать что пчелы которые находятся рядом с ней они привлечены ее танцем тоже начинают за ней следовать и все движения танца они выполняют причем это может повторяться несколько раз хотя сами вот эти вот полный вот этот цикл движения он достаточно короткий занимает всего несколько секунд и лишь много раз повторив вот этот путь вместе с прилетевшей пчелой они могут точно улететь в нужном направлении танец передает не только объем пищи возможной он передает и расстояние до этой пищи как такое возможно зависимости от того насколько далеко находится пища количество виляющих движений в танце разное чем пища находится ближе тем пчела интенсивнее совершает движение брюшком и тем больше этих движений чем пища расположена дальше тем число этих движений становится меньше если пчела совершает около 20 движений в секунду то значит источник пищи располагается где-то в районе километра от улья если же пчела совершает около 8 движений в секунду то источник пищи находится порядка шести километров от улей то есть вот такая вот большая разница ну и кроме того недостаточно знать расстояние до нужно еще и знать направление в котором остальные пчелы могут полететь в поисках найденного источника пищи и здесь интересно что вот это вот прямая виляющая часть танца она также указывает направление на источник все вроде бы просто если пчела танцуют на горизонтальной поверхности например на летке тогда вот эта прямая часть танца она составляет определенный угол с направлением на солнце и соответственно является ориентиром для пчел именно под этим углом по отношению к солнцу они летят в поисках пищи немножко все сложнее становится если пчела танцует не на горизонтальной на вертикальной поверхности ну например внутри улья на рамки на самих сотах и тогда для нее отправной точкой является не положение солнца а сила тяжести на которые вертикально направлено вниз и и вот тогда тоже она угол своего виляющего танца относительно вот этой вот вертикальной оси выстраивает соответственно это дает возможность пчелам найти источника питания ну как я уже сказала какое-то было сомнение но среди многих ученых она наверное сохраняется а действительно при помощи танца вот вроде что там пчела такое маленькое насекомое что там у этого насекомого мозга подумаешь ерунда какая как может возникнуть такое поведение ну во первых надо сказать что считается что поведение это очень древнее и вот это вот поведение оно складывалось на протяжении очень длительной эволюции порядка 20 миллионов лет но вот были проведены такие эксперименты которые абсолютно точно подтверждают что виляющий танец указывает расстояние до нужного объекта пчелы в эксперименте летали через раскрашенный тоннель вот этот вот узор тоннеля он немножко сбивал пчел их зрительные анализаторы воспринимали полет по тоннелю как гораздо большее расстояние чем она была на самом деле и соответственно когда эти пчелы возвращались обратно волей они неправильно передавали информацию о расстоянии до объекта питания и те пчелы которые были им рекрутированы и отправлены соответственно за пищей они улетали на гораздо большее расстояние чем на самом деле находился источник пищи то есть действительно пчелы своим танцам вот рассказывают такую достаточно сложную информацию хотя быть может и бывает трудно немножко в это поверить а сейчас мы поговорим с хранителем коллекции насекомых нашего музея тимофеем ревченко да такой старательный рассказ я поражен тимофей ну на самом деле пчелы удивительные конечно создания и по поводу них возникает много вопросов но во первых когда мы говорим слово пчела сразу все себе представляют медоносную пчелу которая хорошо всем знакома а ведь на самом деле виды пчел много насколько много пчел в мире больше чем зверей и птиц вместе взятых настолько велико их разнообразие то есть считается что около 20 тысяч видов описано пишешь это цифра как бы близко к завершению вот но необходимо рассмотрение детальная ревизия вот всех вот этих вот записи пчелы считаются таким над семейство если говорить систематике в него входят там от 6 до 12 семейств ну если даже возьмем значит самую простую систему из шести семей 100 медоносная пчела вот это вот опис это очень близкий родственник шмеля не относится к семейству настоящих пчел очень близко стоят друг другу и те и другие умеют делать воск умеют делать мед разве что шмели не умеет танцевать но не попроще устроены и есть еще то значит еще другие значит категории значит этих пчел а все вот эти вот над семейство пчелы очень тесном родстве находятся с так называемые сфикоидными осами с этими сфикоидными осами они похожи очень похожи по строению детали настолько минимальные что их постоянно сближают все ближе и ближе значит с годами поведение кардинально отличается потому что вот эти самые сфикоидные осы их там тоже несколько семейств они охотники потомство ку свое сфикоидные осы кормят мясом да и для этого цели значит охотятся на разные группы насекомых там зависимости там от своего положения систематического вот а кроме и этого значит этих сфикоидных ос пчелами есть еще другие группы которые нашем языке называются тоже осами но они находятся в более дальнем родстве пчел чем вот эти сфикоидные осы и вот среди тех групп остальных которым в том числе относятся сколчатокрылые осы которые делают бумажные гнезда которые нам докучают и вредят вот те самые черно-желтополосатые да надо там есть близкая к ним группа внутри значит их складчатокрылых ос там массориды они называются они перешли к заготовкам меда с чего вдруг с какого перепугу непонятно строение у них на пчел не похожие совсем но вот это вот тенденция попытки перехода значит хищничество от хищничества к питанию значит своего потомства пыльцой нектаром неоднократно значит это самое зарождалось судя по всему по крайней мере у часу две вот эти ответы представлены вот эти массоридные ос они их нет средней полосе то есть там в россии по-моему только один вид в крыму и на кавказе вот присутствует в основном это такая более южная группа но то есть вопрос очень 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 сложный поэтому даже если увидите там кого-то собирающего пыльцу или нектар на цветке там нас подмосковье это пчела там если это в крыму то это уже не факт а вот ведь не все пчелы живут семьями да как медоносная пчела да конечно приблизительно отношения большинство живет живет одиночно а вот в процентном отношении пожалуй несколько процентов видов только образуют дело в том что медоносная пчела apis melliferus кали которых как раз этот тайнистый изучен у них как раз очень большие семьи которые насчитывают тысячи десятки тысяч особей но это редкость это как бы максимум других видов численность семей меньше основном эти общественные пчелы живут в тропиках считаем требуется круглогодичная активность поэтому вот у нас средней полосе вот этот единственный вид насекомых который сохраняет вот эту круглогодичную активность в дупле зимой питаясь значит вот этим запасенным медом обычно у насекомых есть какая-то пауза когда они там на зиму они там засыпают умирает там еще что-то вот пчелы не умирать никогда даже не спят то есть они активны в течение даже зимнего времени когда мы их вроде бы да когда мы их не видим продолжается но собственно говоря поэтому им нужен такой достаточно большой запас удивительно как они у нас этот запас умудряются делать а я знаю что ты еще изучал пчел на территории музея и выяснил сколько видов пчел у нас встречается вроде у нас территория такая маленькая конечно пчелы они есть везде где есть какие-то яркие цветки которые они могут опылять это могут быть острова северного ледовитого океана обочины неудобия значит в городе тоже где-то если там завелись какие-то клеверли одуванчики там они конечно появляются потому что природа не терпит пустоты цветы идут всегда связки с пчелами так сколько примерно у нас видов пчел на территории музея ну я видел гнездование только одного вида но попадалось несколько десятков несколько десятков несколько десятков если посмотреть летом такая локальная фауна хорошие пчел вот средней полосе на насчитывает 100 120 видов то есть это вот экстремальные такие городские условия то что можем здесь видеть у нас около дарновского музея живет пчела называется флорентийский шерстобит крупная пчела на крупнее медоносные пчелы самцы крупнее у них такая особенность что-то флорентийских ночью шерстобитов у них самцы крупнее самок хотя у подавляющее большинство видов самки наоборот крупнее мощнее жирнее самцов потому что они дерутся они строят вот а самцы ничего не делают а здесь значит у шерстобитов большие самцы с шипами на брюшке с помощью этих шипов они дерутся между собой бьют шамелей которые подлетают к этим цветам у них есть территория значит в щелях гнездятся каких-то тут то есть они не земли на шерстобит они почему а им нужно нужно какие-то растения которых есть волокна пушистый стебель замки этот ворс этот собирают и лепят из него ячейки но принцип как вот как мы валенки валяем то есть вот это вот такой типа валенка в которой они внутрь этого валенка кладут значит пыльцу такой значит батон из этой пыльцы и туда откладывают яйцо и значит это запечатывается все и там вот несколько таких валенков значит редком лежат значит в этом самом в гнезде вот кстати меня очень удивил вот фон фриш он же начал низ изучение танца сразу пчел да он изучал сначала их цветовосприятие и меня поразило что в начале 20 века почему-то было такое мнение в науке что беспозвоночные не различают цвета это очень странно потому что ну как бы все а зачем цветки таки такие яркие они яркие наверное первую очередь для своих опылителей ну да ну не совсем так конечно потому что про цветовые значит их восприятие знали давно они видят конечно не так как мы то что мы называем цвет вообще если там подходить к вопросу глобальный и детально вообще вообще что такое цвет там да да это там надо углубиться физику там понять там как вот мы воспринимаем эту волну какие у нас органы чувств нас разные органы чувств хотя в общем они выполняют сходные функции соответственно у педоносной пчелы которую изучали значит на ее цветовое зрение что она на что она вообще способна там спектр смещен то есть они не видят в нашем понимании красного цвета но у них есть дополнительный цвет похожий на наш фиолетовый вот который не видим мы но они вообще же вроде видит или ультрафиолетовом спектр да я как раз это имел в виду что чтобы сказать это попроще но еще пчелы они из тех животных которые поляризованность видят да и кроме того они еще способны неизвестно про сплошь каких органов ориентироваться по магнитным полям вот к этому к вопросу значит ориентации при направлении значит полета из улья что там еще имеет значение магнитное поле земли но пока этот вопрос не исследован то что это просто исторически так сложилось что вот с двух моментов значит изучали их способности ориентироваться в пространстве значит вот это вот западная школа которые изучали значит их цвета на что у нас тоже значит советском союзе там 30-е годы был такой товарищ губин который получил не нобелевскую премию получил там другую премию нашу значит ориентировался как раз на обоняние пчелы и тоже достиг результатов но если там фришин как бы его задача была более скорее такая высокотеоретическая то здесь решалась задача практическая но собственно как и все тогда пчеловоды хотели что им хотелось им хотелось получить больше меда для этого нужно научить пчел летать куда им надо а чтобы научить их летать куда им надо надо понять как они ориентируются не вот значит ученые разных стран пытались эту задачу решить и каждый решил ее успешно но решил ее по-своему поэтому на самом деле скорее всего все это дополняет друг друга но это еще не все как бы об этом так что мы можем понимать пчел только исходя из наших органов чувствуешь мы тоже чувствуем запах мы видим у них могут быть еще какие-то органы которым просто даже не представить не можем да что это такое где они вообще находится в какой части тела ну и тем не менее вот пчелы они не только ценный мед да это еще и опыление растений которые играют очень важную роль многие продукты на нашем столе оказывается именно благодаря вот таким маленьким опылителем да который свою невидимую работу ежедневно теплое время года совершают у нас в россии есть еще один вид который танцует на дальнем востоке вот это самая китайская восковая пчела вот это тоже жирная который аналог значит вот это вот медоносный тоже есть но она там существует в диком состоянии приморском крае вода в амурской области она еще есть тоже стали там находить ее пытались наши значит на дальнем востоке домашний потому что значит китайская система значит их выращивание на низко отличается от нашей а наши пчеловоды решили что попытаться их тоже значит загнать в рамки вот эти вот до двусмысленно даже получил загнать в рамки вот и были там до были были удачные эксперименты вот но и там сложность что вот эти ульи европейской медоносной пчелы их можно легко транспортировать а у китайской восковой пчелы тоньше ячейки тоньше слой вот этот восковой это все моментально ломается у них это менее прибыльно получается поэтому получилось что это не было имело всемирного распространения то есть всемирное распространение получила медоносная пчела который можно было грузить эти ульи на корабли и везти хоть в новую зеландию и там ее это самое пускать использовать но кроме вот этого рода apis который у нас вот известен там южной америки в основном ну скажем так латинской америки южно-центральная америка там есть свои культуры пчела значит эти самые пчеловодческие которые до колумба вы и они были основаны на других местных видах то есть нам порядка то ли 6 то ли 10 видов разводится у них разный мед разного вкуса со своей спецификой там пчелы разных родов вот но у них очень небольшая продуктивность поэтому когда привезли медоносную пчелу она это все по экономическим причинам очень быстро вытеснила поэтому это осталось на уровне там какого-то насчет такого кустарного приусадебного хозяйства там где-то у каких-то индейцев вот присутствует этот мед но его очень часто фальсифицируют из-за его значит высокой цены до сложности там всякие программы по поддержанию культуры местные традиционных народов по разведению этой пчелы пчелы американские они безжальные и они живут ну тоже живут в лесу как эти как и опис и наши они лесные но там более значит крупные деревья они там имеют скажем так танец такой что он еще показывает еще и не только кроме расстояния и дальности да он еще показывает и высоту то есть там они делают более сложные маршруты по этим маршрутам они еще ставят запаховые метки ориентиры что значит от этого сучка поверните налево но кстати наши же тоже зрительные образы использовали ориентация да да там вот именно вот они умеют как-то эти маршруты прокладывать там все сложно а в австралии значит место пчел значит там муравьи мед делают вот такой материк особенный но вот у меня еще такой вопрос возник очень много последние годы говорилось о массовой гибели пчел может быть как-то прокомментируешь чем это связано да и тут что надо сказать что как вот был вопрос а сколько видов пчел там на земле вот нельзя сказать что их там 19 тысяч там триста двадцать одна там таких цифр не существует потому что они просто-напросто не учтены и то же самое нельзя говорить там об их численности потому что не знаем не то что чисто не знаем количеству видов вот а подсчеты вот эти о том что численность пчел падает она берется исходя из данных от пчеловодов какие они потери несут то есть это все исключительно о медоносной пчели причем европейского то это медоносная пчела апис мелифера который пред нами стоит потому что допустим китай и индия они все живут вот это азия эти миллиарды людей они живут на апис цирана то есть это другой вид аналог нашей мелифера и оказалось что значит в этих самых развитых странах в которых хорошо поставлена система учета пчеловодов в каждой улей значит посчитан проверен западная европа соединенные штаты там выясняется значит что их количество значит семей очень большой мор ежегодный это не критично потому что количество маток которые производятся этими самыми значит выжившими ульями но достаточно высоко их можно каждый год заменять и обновлять но это создало некоторые проблемы но они были решены причина причины замечено было что в развитых странах это значит развитая промышленность большое количество машин антенны для телефонов интернета вот это в общем всего 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 что возможно сбивает пчел с толку потому что кроме магнитного поля земли появилась масса других различных излучателей кроме того появились новые значит элементы которые забивают их обоняние кроме того применяется яды обработки вот всех этих пресловутых рапса который выращиваться сейчас в огромных количествах для биотоплива чтобы его не съели гусеницы его надо несколько раз обработать а рапс это пчелопыляемые растения и видоносные пчелы очень любят на него лететь если вид как целое поле там очень много могут собрать с него вот но скажем так более таких вот этих западных странах там научились играли между собой договариваться чтобы не травить значит пчел чтобы не подвозить улик этому полю когда начата но после обработки привести его там эти улитом через две недели чтобы они уже могли собрать не отравиться сами хотя бы вот та же самая ситуация там на юге россии а в средней полосе с этим оказалась проблема поэтому от были тут годы там 18-19 годы вот незадолго до коронавируса когда много было сообщение море пчел вот и в том же самом средней полосе все по тем же причинам эти причины можно преодолеть вот но для этого надо как бы взаимодействие между разными структурами иметь штука вот это вот с тем что пчелы теряют ориентацию не прилетают рабочие возвращается улья или пустеет она у нее даже свое название коллапс значит этих самых пчелиных семей и есть вот такой момент но с одной стороны печально ну да с другой стороны обнадеживающие что это можно преодолеть ну может покажешь нам каких-нибудь необычных пчел напоследок на сладкое потому что пчелы бывают совершенно потрясающие беспроигрышный вариант я всем показываю эту коробку точно никого не оставит равнодушным до орхидеи пчелы по сравнению с медоносной пчелой мне кажется раза в четыре больше длинная пчела про них можно отдельно рассказывать как они ориентируются чем они питаются они пристали только в неотропиках вообще для нового света очень характерны зеленые блестящие пчелы они там в многих группах встречается здесь все пчелы один либо одиночные либо паразиты еще и паразиты к тому же кукушки ну кукушки гнездовые паразиты да фантастическая красота конечно вот эти прекрасные смотри с каким синим синий фиолетовым блеском крыльев и и кукушка синяя то есть вот эта кукушка паразитирует как раз на вот этих зеленых яйца в гнездо приносит и улетает потом вылупляется та самая личинка а это самое убивает убивает ее собственных личинок да и среди них есть значит в азии пчела которая считается самой тяжелой вот среди пчел плотников но есть еще скажем так самая длинная пчела она тоже водится в азии в индонезии там она из крупнозубых гахила плута с острова сулавеси вот она там сантиметра 4 на длиной габаритом она вот к этим близка конечно и голова у нее здоровая с огромными челюстями ну что ж друзья благодарим тимофея по моему было очень интересно экспонаты как всегда придают нашему ролику определенный шарм и конечно такого наверное мало где увидишь большое спасибо я думаю что мы еще зайдем к тимофею в гости ну а вы друзья не забывайте про нас подписывайтесь на наш канал ставьте свой пальчик вверх пишите свои вопросы в комментариях к видео и приходите музей мы всегда рады вас видеть всем хорошего дня пока пока